Доброе утро! Встречаем начало рабочей недели вместе с выпуском новостей на телеканале Катунь-24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Министерство спорта Алтайского края подписало соглашение о сотрудничестве с партнерами. Это Алтайский государственный технический университет, РАНХИКС, Фонд поддержки и развития спорта и Краевая федерация футбола. По статистике, за последние 10 лет детская заболеваемость раком выросла. Какие методы лечения недуга используют в Алтайском крае, расскажем в выпуске. Мечта восьмилетия Саши Ковальчук «Девочки с синдромом бабочки» сбылась. Саша не только озвучил анонсы мультфильмов, которые будут выходить в эфире Катунь-24, но и стала ведущей «Детского утра» на нашем телеканале. Ремонт дорог, строительство сельских фапов, спортивных площадок и поддержка учреждений культуры в муниципалитетах. В Барнауле на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта общественники сформулировали 22 предложения правительству Алтайского края в рамках исполнения майского указа президента страны Владимира Путина. В ходе собрания переизбрали сопредседателей регионального штаба ОНФ. Ими стали гендиректор компании «Дорожные знаки Алтая» Евгения Гущина, член Совета медицинской палаты региона Ирина Козлова и президент краевой общественной организации «Демидовский фонд» и известный издатель Юрий Пургин. Эксперты в обновленном составе обсудили реализацию 12 национальных проектов. Благодаря мобильному приложению «Народный контроль» пользователи смогут проследить, как выполняется масти и указ главы государства на местах. «Общероссийский народный фронт» уже несколько лет ведет активную работу в этом направлении. В частности, ранее была создана интерактивная карта убитых дорог. Нами, экспертами Общероссийского народного фронта, разработано, например, на проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мобильное приложение. То есть вы можете в ежеминутном, ежесекундном режиме сфотографировать тот или иной дефект, например, который вы действительно считаете как гражданин целесообразным в размещении этого мобильного приложения, и оно сразу транслируется на федеральный уровень. Таким образом, мы просто устанавливаем достаточно плотные взаимоотношения между нами и властью. Общественники отмечают, благодаря активности граждан при составлении карты убитых дорог, план дорожного ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» в предыдущие годы на 90% соответствовал пожеланиям жителей. Теперь подобная работа будет организована по все 12 национальным проектам. Министерство спорта Алтайского края подписало соглашение о сотрудничестве с партнерами. Это Алтайский государственный технический университет, РАНХИКС, Фонд поддержки и развития спорта и Краевая федерация футбола. Каждый из них будет развивать отрасль в своем направлении. Как командный игрок я понимаю, что в одиночку на поле ты ничего не сделаешь. Я сейчас говорю даже про одну федерацию, если брать во внимание. А только некая синергия должна присутствовать в наших взаимоотношениях, которая бы привела к тому, что мы бы увеличили количество занимающихся футболом, мы бы просто нас систематизировали, и в конечном итоге это вылилось бы в результаты на профессиональном уровне. Я глубоко в этом убежден. Инициатором подписания соглашений стало Министерство спорта. Ведомстве считают, что такой формат взаимодействия позволит привлечь в спортивную отрасль региона дополнительные ресурсы для популяризации и развития спорта в регионе. Здесь мы говорим и о футболе, мы говорим о мини-футболе, мы говорим и о студенческом футболе, о работе детско-юношеских спортивных школ. И благодаря поддержке нашего легендарного земляка, я думаю, мы сможем протоптать дорожку на федеральные ресурсы более уверенно уже. Алтайский государственный технический университет вошел в сотню самых популярных российских вузов в интернете. Данные опубликовали во всемирной поисковой системе ЮниРэнк, Юниверсити Рэнкинг. В общем рейтинге 376 вузов России. Технический университет занял сотое место. Неаккотибический веб-рейтинг университетов анализирует веб-ресурсы 13 тысяч университетов и колледжей со всего мира. Согласно методологии разработчиков, популярность исследуемых интернет-ресурсов определяют пять показателей. Посещаемость сайта, количество ссылок и значимость ссылающихся ресурсов, объем цитирования домена, количество перекрестных ссылок и глубина просмотра веб-ресурса. Данные для анализа предоставляются независимыми источниками веб-аналитики, а не университетами, что гарантирует внезависимость и объективность результатов. Тепло пришло на Алтае. Температура воздуха поднялась до нуля градусов. Рыбакам в этот период нужно быть особенно осторожными, предупреждают в Краевом МЧС. Из-за перепадов температуры прочность льда на водоемах становится меньше. Меняется и его структура. Под снегом могут быть и промойны, и майны, пробитые рыболовами. При этом под снежной шубой лед намерзает значительно медленнее, даже в сильный мороз. Запрещено выезжать на лед на автомобилях и снегоходах. Нарушителей ждет административная ответственность. Сегодня в Алтайском крае работает 7 ледовых переправ для безопасного движения автомобильного транспорта. По статистике, за последние 10 лет детская заболеваемость раком выросла. Какие методы лечения недуга используют в Алтайском крае? Расскажет Полина Жданова. Молиться и верить в лучшее. Вот что остается родителям тех детей, которые оказываются в стенах онкологического отделения. Одна история трагичнее другой. Так о болезни двухлетней Евы мама девочки Анастасия Рыштакова узнала год назад, когда у малышки резко вырос живот. С тех пор больничная палата стала для семьи вторым домом. У Евы нейробластома четвертой стадии. Ребенок мужественно перенес четыре химии и ожидает операции в Москве. Ребенок просто повзрослел. Она стала очень многое понимать. Даже мама успокаивает. Говорит, мама, подожди, мы полечимся и поедем домой. Детские опухоли отличаются от тех, что появляются в зрелом возрасте. Чаще всего это нейробластомы и лейкозы, то есть новообразование, которое не привязано к определенному органу. По словам врачей, пациентов детского онкоотделения возрастом от года до 18 за последние 10 лет стало больше. Одна из главных причин – ухудшение качества питания, обилие антибиотиков в мясе, полуфабрикатах, рыбе, молоке, а также трансжиры и химикаты в детском питании. Увеличение числа больных заставляет докторов активнее работать над поиском лучшего способа лечения недуга. Программы терапии. В детской онкологии мы, в общем-то, все детские онкологи, можем с гордостью сказать, что у нас очень хорошие результаты лечения пациентов. Так, допустим, самая частая патология лейкозы, лимфобластные лейкозы, нам удается добиваться ремиссий порядка 90% пациентов. Новые программы химиотерапии щадят детский организм. Доза химии меньше, ребенок переносит ее лучше, а это значит, что шанс на выздоровление возрастает. В онкологическом отделении Краевого клинического центра охраны материнства и детства на сегодняшний день лечится 35 пациентов. Заняты все койки. Но самое главное, несмотря ни на что, в глазах этих детей и их родителей не угасает надежда на то, что больничные коридоры станут всего лишь воспоминанием. Полина Жданова, Алексей Шаульский. Новости. Более 20 миллионов рублей направили на ремонт Тогульской центральной районной больницы. Приводить в порядок ее начали еще в прошлом году. Совсем недавно она открыла свои двери для пациентов. Старому зданию уже без малого 50 лет. Масштабного ремонта за это время не было. Во время строительства рабочие заменили наружные сети отопления, водопровода и водоотведения, а также канализацию, вентиляцию и многое другое. Кроме того, обновили коридор и стационар, в котором находятся хирургическое, терапевтическое и реанимационное отделения, а также ряд кабинетов и палаты для пациентов и пищеблок. Работы проводились в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы. Результат мы видим уже с вами сегодня действующих полностью учреждения, без замечаний. И есть только большая благодарность ко всем участникам этого процесса. Мечта восьмилетней Саши Ковальчук «Девочки с синдромом бабочки» сбылась. Саша не только озвучила анонсы мультфильмов, которые будут выходить в эфире «Катунь-24», но и стала ведущей «Детского утра» на нашем телеканале. Также Саша озвучила фрагменты мультфильма «Спортландия». Сериал о здоровом образе жизни, приуроченный к универсиаде 2019. Главные герои – волшебный говорящий мяч Юло, его друзья-школьники и символ универсиады Юлайка. Борются с проделками из ласквериков и рассказывают о разных видах спорта. О мечте Саши Ковальчук узнал губернатор Виктор Тайменко на «Елке желаний». Она хотела озвучить мультфильм. Мы решили не только исполнить ее мечту, но и показать, какие мультфильмы существуют и кто их делает в Барнауле. Саша изучила технологию создания мультиков, нарисованных карандашом, пластилиновых мультфильмов и 3D-анимации. Также она узнала, как научиться вживаться в роль в Театре кукол. А теперь она стала лицом нашего детского утра. Программы с участием Саши Ковальчук будут выходить еженедельно в выходные дни с 6 утра. На этом у меня все. До встречи в следующих выпусках.